Могут ли усопшие видеть и слышать нас? В этой жизни с потерей близких людей, тех людей, с которыми мы привыкли в этой жизни разговаривать. И очень тяжело переживается именно разрыв общения, невозможность поговорить с этим человеком. Об этом хорошо говорится и в чине отпевания в знаменитых стихирах Иоанна Дамаскина, о том, что, к сожалению, это общение между живыми и усопшими прерывается. Как говорится об этом в Евангелии от Луки, в притче о богаче и Лазаре, между нами и вами утверждена великая пропасть. То есть действительно смерть полагает такую черту, через которую мы не можем далее просто так общаться с теми, кто эту черту перешел. Но вместе с тем ответ на этот вопрос не такой простой, потому что мы знаем, что весь церковный опыт говорит нам о том, что мы можем обращаться к святым, и святые нас услышат, и святые нам могут помочь. С точки зрения загробной участи, святые – это такие же умершие, и мы знаем, что существует множество непрославленных святых. Более того, по церковным представлениям, количество непрославленных святых кратно превышает количество святых, которых мы знаем как святых, количество святых прославленных. Большинство по-настоящему тоже святых людей так и не были прославлены, ну такой был о них промысел Божий. Но это значит, что если бы мы могли, например, к ним обратиться, они точно так же пришли бы нам на помощь, как Николай Угодник или Блаженная Матрона. Значит ли это, что каждый умерший человек вот так готов нас услышать и может прийти к нам на помощь, как, например, в целом ряде языческих представлений существует культ предков, когда люди живые, живущие сейчас на земле, обращаются за помощью к своим предкам усопшим, и эти предки их опекают, им помогают, о них заботятся. Вот, все-таки церковь православная не имеет подобного культа предков, и наше представление о том, насколько мы можем вступить в контакт с усопшими, или даже совсем, как это вот так ограниченно спрашивается в этом вопросе, могут ли усопшие видеть и слышать нас. Вы знаете, вот очень хороший пример могу привести, иду я тут по своему собственному двору и вижу, как во дворе на детской площадке мама гуляет с ребенком, и мама погружена в свои размышления, даже не в телефон, как это часто бывает для современных мам на детских площадках, а просто она о чем-то задумалась, а ребенок, маленькая девочка, дергает ее за брючину, говорит «мама, мама, мама, мама», а мама и не поворачивается, будучи погружена в свои собственные размышления. Так что вот может оказаться, что наша способность видеть и слышать друг друга вовсе не будет относиться только к загробной жизни. Мы и сейчас очень плохо видим и слышим друг друга. Мы не готовы откликаться сердцем на просьбы других людей, мы относимся к их просьбам совершенно внешне, даже к ближним людям. Люди, даже самые близкие в семьях, постоянно общающиеся друг с другом, супруги, дети и родители, братья и сестры, не слышат друг друга. Они погружены в собственные проблемы, в собственные размышления. И даже разговор между близкими людьми – это часто не диалог, а два монолога. Каждый говорит о своем, каждый несет свою тему, свою повестку, часто отвечая совершенно не в попад. И, естественно, если мы в этой жизни, даже сейчас, находясь рядом с родными людьми, не готовы их слушать, мы не будем заинтересованы и в слушании их после того, как мы умрем, даже если бы у нас и была такая возможность. Да и сама эта возможность, есть она или нет, как раз и будет определяться нашей открытостью, нашим вниманием и нашей готовностью слышать других людей. Если к вам постоянно обращаются с просьбами, и вы не слышите людей, и вы не откликаетесь, то тем меньше у вас будет оснований слышать и откликаться после того, как вы умрете. Даже если бы Господь дал вам такую возможность. Кроме того, чем больше человек погружен в себя в этой жизни, тем больше ему придется погрузиться в себя и после смерти. Это и будет, собственно, состояние ада, когда человек будет бесконечно погружен в себя и в свои проблемы, не замечая ни Бога, ни окружающих его святых людей. Он, находясь, я сейчас в кавычках употребляю это слово, физически, находясь в раю, он сам будет чувствовать себя в аду, потому что сам внутри себя, в своей душе, он этот ад погруженностью в себя, оторванностью от Бога и других людей, то есть оторванностью от любви, он этот ад создаст. И, естественно, ему не будет дела, он просто не сможет преодолеть эту самозамкнутость для того, чтобы услышать тех, кто будет обращаться к нему из жизни здесь, из жизни земной. Те же, кто готов слушать других, те, кто готов отвечать с любовью на их запросы, те готовы будут нас услышать по смерти. Поэтому не случайно многие непрославленные святые еще при своей жизни говорили, вы приходите ко мне на могилу, например, я вас услышу. Я знаю множество примеров из моей современной жизни, когда люди приходят на могилу, может быть, к своим близким, или на могилу к священникам, которых они знали при жизни. На могилу своих родных, родителей, братьев, сестер. И реально получают ответ на какой-то вопрос, на просимое, а если и не ответ, то получают утешение, получают радость. То есть это общение оказывается возможным, и оно не оказывается прерванным. Вообще любовь – это то, что проходит за грань жизни и смерти. Поэтому усопшим самим ничего от нас не надо, кроме нашей любви, которая выражается в молитве, ну и, возможно, заботой о месте погребения. Но в самой заботе о месте погребения усопшие не нуждаются, они нуждаются в нашей любви. Так и мы от них, оттуда можем получить только любовь, если они этой любовью обладают. Продолжение следует...